Социалисты и социал-демократы готовят общий съезд. Сегодня политсилы создали объединенный совет. Возглавил его лидер СДП Сергей Каплин. Обе партии заявляют, собираются вместе идти на выборы и вместе защищаться от самозванцев. Подробности в нашем материале. Побеждать лучше объединившись. Уверены руководители социал-демократической и социалистической партии Украины, которые сегодня провели первое общее заседание политсоветов. И недалекий тот час, когда мы объединяем свои усилия не только политические, как сегодня, а объединяем и организационные. Потому что эти две силы имеют одинаковую идеологию и один и тот же электорат. Принято решение о проведении великого съезда левых. Это будет многотисячный съезд. Далее мы после съезда оставим частину наших партийцев социал-демократической и социалистической партии под Министерством юстиции и под Министерством внутренних справ. И будем добиваться, чтобы Аваков забрал руки от партии. Напомним ранее, скандально известный советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить социалистическую партию в Украине. Я принял пропозицию осуществлять социалистическую партию в Украине. Это одна из самых известных украинских партий. С самой долгой партийной историей. Ответное решение было стойно ухвало на съезды партии. Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что самыми политическими способами можно удовлетворить и реформовать государственный аппарат. Полегшить жизнь трудящих. Сергей Каплин, лидер социал-демократической партии, подобное заявление расценивает как попытку рейдерского захвата партии и манипуляцию авторитетным европейским брендом. Мы никогда не позволим этого сделать. Официально заявляю, их спроба в рейдерский способ забрати, початку, статут, в лапках очолить партию не удалось. Спасибо Киеве, спасибо Яценюку, Авакову, за то, что они своими безглуздыми, злочинными действиями дали нам возможность сегодня объединяться. Советник главы МВД Илья Кива известен своими одиозными заявлениями как в социальных сетях, так и во время публичных выступлений. То в одном из эфиров призвал по-новому относиться к наркопреступности в Украине и попросил двух наркозависимых подростков провести мастер-класс по приготовлению наркотика. То выдвинул предложение наказывать преступников без всякого суда. То предложил возобновить в Украине смертную казнь. Какие новые заявления Кивы последуют за его нынешними партийными посягательствами, сказать сложно. Лина Зеленская, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер.